Всем привет. Меня зовут Вали. Валий Брагимов. Я руководитель группы разработки приложения Кинопоиска. Делаем мы приложение под Android мобильную часть и Android TV. Хочу рассказать вам про систему сборки Android, как она вообще устроена и как мы можем с этим что-то сделать, чтобы улучшить нашу жизнь. Вы, наверное, уже знакомы со системой сборки. Там явно или неявно собирали через студию и пользовались системой сборки. Но порой нам недостаточно собирать сборки, пока файлы, но нужно еще и как-то уметь вмешаться в этапы сборки и что-то с этим делать. Например, можно собрать сборку, отправить менеджерам тестирования или публиковать в Google Play Store. Для этого как раз-то необходимо вмешаться в этапы сборки и что-то с этим делать. Для этого необходимо знать, как вообще устроен сам процесс сборки проекта, из каких этапов он состоит, о чем сегодня как раз я и расскажу. Ну и еще пройдемся по самим системам сборов, какие они бывают. Остановимся на краду и расскажу про BS-практиксы, которые помогут вам улучшить процесс разработки. Прежде чем посмотрим этапы сборки, давайте посмотрим, что вообще мы собираем. Мы собираем АПК файл Android Packaging. Он вам, наверное, известен тем, что вы его скачивали в устройство и устанавливали. Выглядит он примерно так. Так, подробнее пока останавливаться не будем, позже мы заглянем внутрь и расскажу, что и что. Кроме АПК файлов, также вы, возможно, собирали Android App Bundle. Он в основном используется для того, чтобы предоставить сборку в Google Play или в другие альтернативные стори, которые как раз умеют работать с ними. Стори их делят по АПК файлам, по целевым архитектурам и устройствам, оптимизируя их. АПК файл и АБ, они практически одинаковые по составу, только немножко по-другому группированы, но суть не меняет. Давайте мы с вами посмотрим, с чего же состоит АПК файл. Приключаемся в студию. Секундочку. Если вы откроете АПК файл, он у вас при сборке проекта лежит в отпуске, в папке. АПК файл, по сути, это zip-архив. Внутрь него можно взглянуть через Android Studio или же можно разоркировать любым zip-фильтой. АПК файл содержит в себе класс dex-файл. Это файлы, которые компилируют наш… ну, файлы, которые создаются после того, как наши исполняемые написаны нами код на Kotlin, на Java, компилируются и превращаются в dex-файлы. Класса dex-файлов может быть несколько в зависимости от того, сколько вообще вашим проектам методов. Если их больше 65 тысяч, то создаться там еще один. Количество методов учитывается не только те, которые вы сами написали в вашем проекте, но и те, которые вы потянули как в зависимости через другие библиотеки. Кроме исходного кода, который мы пишем на Kotlin, мы можем писать еще код на C++. Они тоже компилируются и тоже превращаются в некий байт-код машины, так называемые активные библиотеки, и кладутся по целевым архитектурам. Кроме исходного кода еще у нас может быть ресурсы, которые мы объявляем и используем повсеместно. Они тоже компилируются и превращаются в основном в табличку ресурсов. Все константные ресурсы, которые мы объявляем, цвета, строки, они кладутся в табличку для быстро удобного доступа в рантайме. А всякие ресурсы дроблы, картинки, XML-файлы, они тоже кладутся на то, как ссылочки к этим файлам. Сами же файлы у нас лежат в директории ресурса. Также мы объявляем еще манифест. В манифесте могут быть дополнительно другие данные, другие объявления, которые мы не объявляли в своем приложении. Всякие провайдеры, например, которые я не объявлял, но он у нас появился. Такие объявления могут прорасти, если вы тянете какие-то зависимости, и в них тоже объявлены манифесты. Если вы заметили, то название приложения, которое мы указали, даже темы, которые мы указали, они превращаются в некий вид, который мы никак не можем сейчас разбарить. Но в коде у вас оно может выглядеть как ресурс к строковой. Но на самом деле здесь то же самое. Просто здесь превразован байдишник в табличице, который был скомпилирован. Можно посмотреть пока файл наш, ресурс. И здесь мы видим нашу строку. Так, он начинался, оканчивался на 1D. И вот мы видим OpenName Simple Up. По сути, таким образом при компиляции оптимизируются ресурсы для того, чтобы в рантами можно было удобно к ним обратиться. Кроме манифестов, ресурсов, исходного кода, мы еще в APK-файл вы можете увидеть всякие мета-информационные файлы. Например, там, дебаг, чего-то еще там, дополнительные мета-инфо. Такие файлы добавляются самими плагинами и несут какой-то информационный характер для, например, Google Play, чтобы можно было как-то проанализировать и понять, как, используя какие инструменты, вы его создали. Давайте посмотрим, как вообще APK-файл создается и как эти классы на самом деле создаются. Приключаемся в презентацию. Пристему рассмотрим. Сразу предупрежу, что будет много кода. Я буду объяснять, что есть что. Каждый из этапов, каждый строк. Кроме того, будет много непонятного. Будут использоваться разные тузы, которые вам, скорее всего, не были до этого знакомы, но они у вас уже есть. Вы их используете неявно. Когда устанавливаете Android Studio, оно автоматически у вас устанавливается. Так, погнали. Когда вы спускаете Android Studio, вы, наверное, иногда замечали какие-то красные строки, на которые студия ругала, что они могут найти, это R-файлы или же какие-то поля, такое может быть, если у вас не успел скомпилироваться ресурсы. То есть при запуске проекта Android Studio компилирует ресурсы, чтобы вы могли их уже при написании кода использовать, ссылаться на них. Для того, чтобы скомпилировать, необходимо, соответственно, чтобы обратиться к этим ресурсам, необходимо компилировать ресурсы. Для компиляции используется туза Android Asset Packaging Tools. Он находится из, берется из Build Tools в Android Studio. При вызове тузы Android Asset Packaging Tools мы указываем дополнительные параметры. Не все из них обязательны, но желательно. Например, минус F мы принудительно указываем, что мы хотим создать абсолютно все, перезаписать все файлы и директории, которые создаются. Через минус M аргумент указываем, что нам нужно создать их специфические директории файлы, а через аргумент минус J мы указываем, в каком директории мы хотим это создать. Далее через аргумент минус M указываем ссылку на манифест, который мы хотим включить в компиляцию. Здесь Projects — это некая переменная, вывел полный путь к проекту, переменную, чтобы код был более-менее читаемым и чтобы в других местах тоже к ним обращаться и не возвращаться к этому. Далее указываем через аргумент минус S ресурсы. Ресурсы мы указываем еще не только те, которые мы объявили в нашем проекте, но и те, которые объявлены в зависимости, о которой мы тянем. Здесь важно, что зависимости должны быть заранее скачаны и распакованы. То есть здесь нужно ссылаться на директории, который распакован. Кроме того, мы указываем через минус I путь к версии андроида, под который мы собираем. Ну и чтобы не получить ошибку при компиляции ресурсов, что ресурсы уже объявлены, указываем переопределение ресурсов через аргумент out at overlay. Например, если мы вдруг переопределяем ресурсы самого андроида или библиотек, то аргумент обязательно нужно указать. При выполнении этой команды у нас создаться AR-файл, который мы уже в дальнейшем можем использовать в нашем коде. И мы можем приступить к компиляции нашего кода. Для удобства я взял Kotlin. Кажется, что все сейчас пишут на Kotlin. Но если у вас Java код, то в принципе команда выглядит точно так же. Вместо Kotlin есть jvc-tuzan, который тоже уже у вас тянется через gdk. Для компиляции кода указываем путь к нашим исходникам. Если у вас их несколько, то указываем всем. Ну и также указываем пути к версии андроида и к библиотекам, которые мы тянем. После выполнения этой тузы, команды у нас соберутся, создадутся классы с файлы, скомпилированные в Java Virtual Machine. Оно не воспринимается андроидом. Для того, чтобы андроид их воспринимал, нам необходимо преобразовать их в DEX. Для этого выполняем команду DEX. Команда точно так же тянется через build-to-the Android. Команда сама автоматически понимает, какие классы есть в текущей директоре и создаст DEX файлы. DEX файлы воспринимаются самим Dalvik в андроиде или арт, который у нас в андроиде. После того, как мы создали DEX файлы, мы уже можем приступить к упаковке всех наших файлов в apacupfile. Сама команда практически идентична тому, как компилируются ресурсы, только здесь добавляется дополнительный аргумент в NSF, название apacupfile, в который нужно все упаковать. Будет создан apacupfile, и внутри него будут находиться манифест и ресурсы. Кода в ней не будет. Для того, чтобы наши DEX файлы добавить в исполняемый класс, необходимо отдельно вызвать команду добавления классов. Если у вас несколько классов этих файлов, то нужно каждый добавить ручками таким образом. Кроме того, в зависимостях у вас могут быть нативные библиотеки, и их точно так же нужно добавлять. Они сами автоматически не добавляются. Вроде бы все готово, сборка apacupfile собран, но его нельзя установить в приложение на устройство и его запустить. Необходимо выполнить выравнивание по 4 байта от начала файла. Для того, чтобы, например, если вы установите приложение каким-то образом, раньше, кстати, можно было, сейчас нельзя, то Android не сможет напрямую обращаться к файлам внутри apc, он будет вынужден все выгрузить в рантайм, а потом из рантайма уже его исполнять. По сути, если предположить, что у вас там размер ваша пока файла примерно там 100 мегабайт, а это в жатом виде, в нежатом она будет еще больше весит, там 150-200 может. И плюс еще она запустит его в рантайме, соответственно, еще он подляет. Для того, чтобы все это выполнить, запустить приложение, устройство понадобится там больше 200 мегабайт. Чтобы этого не делать, необходимо выполнить выравнивание по 4 байта, чтобы напрямую обращаться к нашим DEX файлам, ресурсам, в общем, все файлам, которые у нас находятся в apc файле. После выравнивания необходимо подписать приложение. Для этого мы указываем путь к кейстору, к сертификату, и указываем название файла, который должен создаться. При выполнении этой команды вас потребует ввести пароль от Алиаса и пароль от кейстора, после чего у вас будет приложение собрано, и уже можете установить приложение и отдавать всем для тестирования. Ну и ее даже отправить в клуб кейстору. Все, все команды можно собрать в некий скрипт и за один раз все выполнить. Понятно, что сейчас в текущем виде он для вашего проекта не пригоден, потому что вам необходимо будет все зависимости скачать, распаковать, указать везде, во всех местах, либо дополнительно. Но если представить, что у вас будет одна зависимость, то текущий скрипт будет работать. Но чем больше вы будете работать над вашим проектом, и чем больше людей будет работать в ней, то периодически придется возвращаться к этому скрипту и периодически его править. У меня лично взрывается мозг, когда я вижу такое, потому что периодически там будут конфликты, сложно будет разобраться в ней. Говорить о проблемах текущей среды, это можно долго. Но чтобы облечь нашу жизнь, придумали автоматизированную систему сборки. Их много. Останавливаться на всех мы, наверное, не будем. Просто пройдемся. Ant практически то же самое, что выполнение каждого наших этапа в сборке, только уже в более другом виде. То есть мы явно указываем XML файл и описываем в ней шаги. Maven аналог Ant, но только умеет кешировать зависимости. Maven, наверное, вам еще и знаком из моего репозитория. Ну, Gradle, которая решает проблему Ant и Maven, позже расскажу, как. Дальше у нас есть система сборки Bug, Bazel. Их на самом деле очень много. Суть у них одна и та же. Помогает собрать сборки, используя разные этапы. Те, которые мы выше рассмотрели. Итак, Gradle. Gradle, как и Maven, позволяет управлять зависимостью. Скачивает, распаковывает и кеширует их. То есть если один раз вы скачали зависимость, то больше она не скачивает, и тем самым экономит вам время. Поддерживает многомодульных проектов. То есть вы можете разбить ваше приложение на несколько модулей, например, какую-то функциональность, авторизацию, вынести в отдельный модуль. И тем самым Gradle кеширует сами сборки. То есть если авторизация у вас не была изменена, то Gradle не будет его заново пересобирать, за счет чего у вас ускоряется сборка. Ну и из-за того, что мы создаем много модулей, Gradle еще может параллельно их выполнять. То есть чем больше у вас модулей, тем больше она будет распараллеливаться и быстрее собираться в проект. Также Gradle заставляет более расширенный API для того, чтобы вмешаться в каждый из этапов сборки. Ну и все это описывается в декларативном удобном виде. Как и любой компонент Android, Gradle тоже имеет свой жизненный цикл. Анициализация — это первый этап жизненного цикла, в рамках которого Gradle считывает settings файл и строит дерево проектов. После того, как построить дерево проектов, выполняется конфигурирование, в рамках которого строят дерево зависимости и тасок. Ну и если мы выполняем определенную таску, то эти таски по своим зависимостям выполняются, ставят, например, пока файл. Говорим много про таски. Таск, по сути, это один из этапов в нашей сборке. Она может содержать компиляцию ресурсов, генерацию, и не только на самом деле. Там таска может быть еще и копирование файлов с одного места переименований и так далее. Таски добавляются, бывает, служебными, бывает, добавляются через плагины, например, АГП, Android Gradle плагин, всякие специфические таски создания ПК-файла, компиляция ресурсов, они добавляются через плагин Абаткадл плагина. Ну и компиляция котлендских классов добавляются через котлендский плагин. Кроме служебных и плагинов, которые добавляются через плагины, есть еще пользовательские таски, которые мы сами создаем для того, чтобы оптимизировать сами этапы сборки, ну или вообще и нашу жизнь, например, выкатку в P-100. Таски можно вызывать напрямую, то есть можно W slash GradleW вызвать название таска, или же можно там явно вызвать для конкретного проекта, модуля, что на самом деле рекомендую. В этом случае у вас каждый из тасок не будет выполняться, а выполнится только определенная таска, из-за чего вы экономите свое время. Чтобы посмотреть, какие таски выполняются, например, если у вас несколько модулей модулей с аппликейшным плагином, если вы выполните ассемблер рис, то вы, наверное, там соберете все абсолютно проекты. Чтобы вот не собирать, я рекомендую как раз указывать конкретный проект. Но если вдруг вы хотите проверить конкретно, что собирается, то вы можете добавить аргумент в console.plane и rerun task. Вы увидите вам все таски, которые выполняются. Например, у меня один проект BPM, и вы можете увидеть все таски, которые по очереди, которые выполнялись. Если внимательно посмотрите, то вы увидите здесь таски, которые похожи на те этапы, которые мы до этого рассмотрели. Я выделю их. Например, генерация ресурсов, генерация build-конфига. По сути, это компиляция ресурсов. Ну и дальше отдельным таском у нас идет компиляция самого сходного кода, конвертирование их в .ex-файлы, ну и создание пока файла. Тасок здесь много. По сути, это делается для того, чтобы сакешировать каждый из этапов. Если вдруг у вас поменялся, например, build-конфиг файл, то она будет только у нас сгенерироваться, но не будет генерироваться ресурсом, из-за чего достигается инкрементальная сборка, и сборка у вас будет только собираться намного быстрее. Как вмешаться этапы сборки? Для этого давайте придумаем какую-нибудь задачу, чтобы осмотреть более приземленный пример. Например, при публикации в Play Store мы можем получить reject. То есть вроде бы ничего не делали, исправили баг, обновили версию библиотеки и отправили на публикацию. Вдруг получаем ошибку в reject от Google Play, что мы используем фоновую геолокацию. У нас вроде бы мы не объявляли, только фоновую используем геолокацию, но Google пугается, что мы используем, и не задекларировали его в самом Play Store. Мы можем сидеть и долго разбираться с этим, но чтобы подобных случаев не было, можно это все заранее предвидеть. Для этого мы можем написать какую-нибудь таску, которая бы проверяла, все ли разрешения ожидаемы, то есть не добавился ли какое-то новое разрешение, которое мы вообще не ожидали. Давайте попробуем писать. Переходим в студию. Я тут заранее подготовился, написал некую уже часть проверки и создаем переменную. То есть пока нам нужно проверить, что в нашем манифесте есть permission только на наличие доступа к интернету. Давайте попробуем ее выполнить, собрать код. Видим, у нас все собирается и все зелененькое. И далее мы можем добавить какую-нибудь записимость. Добавим, например, Янг с картами. Собираем проект. Видим, вроде бы все успешно, все хорошо, но есть некоторые нюансы. Если мы собираем еще раз, то мы получим ошибку как раз-то. Так, 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 так. Мы получаем ошибку. Какую вы сороковой строчке. Вот. Мы получаем ошибку нашу, что у нас в манифесте объявлена куча перемешанных, которые мы не ожидаем. По сути, текущий текст, или же не стоит exceptions, мы сами выкидываем. Текст можно указать любой. Итак, соответственно, текущий код вроде работает, но, как мы видим, есть в ней некоторые проблемы, что при первом сборке она нам не выдала ошибку, а при втором сборке она нам выдала ошибку. Давайте попробуем исправить. Для этого мы создадим таску свою. Так, создадим, напишем, пусть будет чек-манифест. Так, 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 так. Путчик будет чек-манифест. Объявим мы его так. И возьмем все, скопируем. И white-list тоже мы скопируем сюда. White-list пока что здесь у меня объявлен как константа, но со временем она может вырасти и стать очень длинным списком. Чтобы его легко было поддерживать, его можно вынести в файл и прочитать его при выполнении таски. Но пока оставим так, чтобы было намного на основании. Итак, мы создали таску чек-манифест. Мы можем его сейчас выполнить. Убедиться, что она у нас рабочая. Так, в 44-й строчке у нас ругается. Мы видим, то есть мы просто взяли, скопировали код, но у нас сломалась. Сломалась она потому, что в тасках у нас нет доступа к контексту Android. Мы можем ее очень легко добавить. Вставляем в рот и выполняем еще раз. Итак, мы видим, что наш код работает, то есть таска выполнилась и выдал нам ошибку. Вроде бы все хорошо, все, что мы хотели сделать, мы сделали, но если вдруг мы очистим и заново попробуем его собрать, у нас всегда будет успех. Успех будет потом на ключ причине, что мы здесь проверим наличие манифеста. Манифест с мерзнем, он еще не создался. Соответственно, мы не попадаем в эту часть кода, и вроде бы все выполняется успешно. Так, давайте мы это попробуем исправить. Так, так, у нас depend on, указываем мы... Теперь с depend on мы указываем, от какой таски зависит наша таска, чек манифест. Давайте попробуем еще раз. Так, мы видим, что сборка уже собирается, уже не быстро, и все, она выполнилась. Соответственно, выполнилась тем же ошибкой. Так, ну вот таким образом мы можем вмешаться в этап сборки, то есть мы сейчас выполняем команду таску чек манифест, но она перед своим выполнением выполняет assembly. Возвращаемся в студию, в презентацию. Мы воспользовались зависимостями depend on. У нас зависимостей может быть несколько, через finalize by можно указать, который означает, что наша таска выполнится после того, как выполнится какая-то таска. Depends on, который мы указали, она, наоборот, перед выполнением нашей таски обязательно выполняет ту, от которой зависим. В основном используется depend on и finalize by, но кроме того, есть еще master on auto и short on auto. По сути, эти зависимости одинаковые, кроме одного отличия, что master on auto означает, что она может выполниться после, то есть не гарантирует, то есть она может выполнить раньше таски, которые мы укажем. Так как Gradle иногда оптимизирует таски, если понимает, что он может их выполнить параллельно, то она пытается их выполнить параллельно. Вот если вам нужно как раз параллельно выполнить таски какие-то, то вы можете как раз-то указать ему астронавта, и она будет выполняться параллельно. Ну или же шелтонавта, соответственно, обязательно он должен выполниться после трудной таски. По сути, это аналог dpn-зона, но не выполняет его. Так. Кроме зависимости еще, может быть, есть еще типы сборок. По умолчанию существует build types, debug и release. В основном они используются для того, чтобы указывать различные ключи и подписи, то есть для релиза определенные, для debug и другого. Ну и также используются для того, чтобы отключить флускацию. Опускация довольно долго выполняется, чтобы не тратить время разработчиков на это. Мы можем в debug режиме его отключить. И часто указывать еще, включая debug режим и дополнительное логирование. Кроме build types, есть еще product flowers. Они предназначены для того, чтобы мы могли собирать разные версии нашего приложения. Прямо не только как бы сам debug и release, но и плюс еще с дополнительным изменением кода. Например, собрать лобок, например, для Google Play отдельно и для Google Play, то есть Huawei Store отдельно. Например, для них требуются различные геосервисные библиотеки. Их можно комбинировать, использовать в одном проекте, собрать для Google Play с одними зависимостями, а для Huawei с другими. Кроме того, еще вы можете собирать дополнительные деф-сборки какие-то. В итоге в классе с помощью build types и product flow создается build-варианты, комбинация этих типов. Некоторые из них, если вам они не нужны, вы можете их отключить. Идем в студию. Здесь, соответственно, можно воспользоваться build-лузами, так как у вас у нас формируется application-variants, по сути, это и есть варианты, которые формируются. И, используя их, вы можете как раз-то создавать определенные таски, вмешаться в них. Если мы возьмем таску нашу assembly, попытаемся его выполнить для дебага, то выполнится без нашей таски. Так, сейчас, секунду. Да, мы хотели еще, да, я хотел еще рассмотреть finalize-by, зависимость. Давайте посмотрим finalize-by. Скажу, как вообще управлять finalize-by. Например, мы хотим зависеть от таски assembly, то есть не явно вызывать чек-манифест, а чтобы чек-манифест автоматически вызывался. Get-by name. Assembly. Так, тогда передаем таску. Если мы выполним SM, сборку нашего проекта, то сейчас мы видим, что собирается наша таска, то есть выполняется чек-манифест автоматический. То есть таким образом мы вмешались, то есть при сборке проекта автоматически будет выполняться наша таска-чек-манифест. Посмотреть точно ли это выполняется, можно добавить нашу аргументу. И мы видим здесь чек-манифест. Таким образом мы вмешали светообсборки. И если вам нужно вмешаться, выполнить какую-то таску свою, то вы можете таким образом вмешаться в любую из этих таска. Перейдем к презентации. Крабл умеет как раз-то оптимизировать, кешировать в сборку, если правильно настраивать сам проект, а именно, например, воспользоваться многомодульностью. То есть если выносить определенные части нашего проекта в отдельные модули, например, какие-то общие части, которые используются в приложении, в авторизации, в какую-то библиотеку ЛипКоль, а самую авторизацию в библиотеку авторизации, то Gradle не будет их повторно собирать, из-за чего вы быстрее будете собирать сборку. Здесь, наверное, в реальности показалось всего лишь две библиотеки, которые мы вынесли, но если вы посмотрите какой-нибудь большой проект, то там будет очень много модулей вынесенных. Например, часть модулей в кинопоиске. Здесь вы можете увидеть, что мы вынесли отдельно в библиотеку работы с рекламой, в библиотеку работы с аналитикой, причем их у нас не один, а несколько. Вынесли в библиотеку отдельный модуль работы с авторизацией, с панчмарками и так далее. Вот. Зачастую мы к этим библиотекам очень редко возвращаемся и редко, когда что-то там вне мы вправим. Поэтому такие модули у нас в основном они собраны и закешированы, из-за чего сборка проекта получается намного быстрее. Как раз-то много бонулись нам расправилировать сборку, из-за чего у нас портится кэш меньше, и наш код разбит по функциональностям. То есть вы точно знаете, что если нужно что-то сделать с авторизацией, куда идти, он абстрагирован, и нет такого, чтобы в ней в библиотеке, там, например, авторизации, могли случайно как-то заиспользовать части кода, связанные там с презентационным слоем, с UI и так далее. Ну и вы можете структурно написать по ним тесты. Если у вас проект очень большой, то даже можете по этим модулям разбить и собирать тесты, то есть выполнять только ту часть тестов, которые прямо изменились, а не все. Это тоже сэкономит вам время прогона тестов. Gradle еще, то есть когда у вас используется многомодульность, вы часто будете использовать одни и те же зависимости в разных модулях. Чтобы этого не делать, вносится в extra properties, то есть это, по сути, некий Gradle build файл, объявляется в ней какая-то переменная в property, в котором указывается название зависимости с их версиями, а могут, конечно, сами же версии указываться, для тех зависимости указываться. Вот, это есть такой вариант extra properties, есть еще version catals, который, по сути, делает то же самое, но только уже более, скажем, более в общем виде, что ли, то есть она автоматически сгенерируется на основе того файла. Давайте рассмотрим, что есть еще. Проходим в студию. Так, тут тоже я заранее подготовился и создал dependencies Gradle file. В ней объявил extra properties version, версии библиотек, в зависимости, которые я использую в проекте. Соответственно, на них можно ссылаться уже в самих build product file. То есть везде, по сути, если мы будем использовать такой подход объявления зависимостей, то во всех местах, во всех модулях у нас будут использоваться одинаковые версии наших зависимостей. Но за ними нужно следить. Иногда вы можете напрямую явно указать версию. Есть еще другой способ. Почерез версию он катал, он точно такой же, по сути, суть у него. Но в нем добавляется общая property lips, и у каждого lips есть компат, например, библиотеки, в которой мы объявляем материал и так далее. Сами же библиотеки объявляются в самом тому файле. Название тоже, соответственно, вы сами определяете. То есть название версии и название как раз-то библиотек, которыми объявляем. Например, у нас был объявлен тамбул файл, ссылались в MapCompact, мы можем его переименовать во что-то в MapCompact для наглядности. Соответственно, здесь у нас должен быть так. Вот, все собралось успешно. То есть название библиотек, которым используем в наших проектах, зависит от того, какое название вы укажете в том файле. Соответственно, это поможет вам во всех ваших модулях использовать одинаковые зависимости и не будет разницы. То есть в одном версии вы используете в MapCompact первую версию, а в втором там какой-то там релиз кандидат, из-за чего у вас приложение иногда может там вести себя не так, как вы ожидали. Возвращаемся к презентации. Разбивание проекта на многомодулей даст нам возможность быстрее выполнять сборку, но это еще не все. То есть можно еще воспользоваться какими-то дополнительными флагами крадла и еще ускорять сборку. То есть если вдруг в моменте у вас не получается разбить ваш проект на многомодулей, то вы можете воспользоваться флагами дополнительными, из-за чего ускориться. Есть ряд параметров, связанных с проектом. По умолчанию, если вы раньше создавали проект, то dem.org.gradle.demon и параллельно могут вас отключены. Вот, посмотрите, включите их, тогда у вас некоторые таски могут выполнять параллельно, из-за чего у вас сборка может ускориться. Но если же вы недавно создали проект, то они у вас автоматически будут указаны в true. Кроме того, также можно еще управлять самим garbage collector. Если вдруг у вас проект большой, то по умолчанию используется 2 гигабайт, этого будет вам не хватать. То можно его там расширить. Сразу не рекомендую расширять до 8 гигабайт. Посмотрите, возможно, вам 4 гигабайт хватит. Если нет, то вы можете увеличить до 6 гигабайт и так далее, в зависимости от масштаба вашего проекта. Также в аргументах фритальной машины еще можно указать, в каком режиме работает garbage collector. Здесь рекомендую его не трогать. Если у вас команда большая, у каждого разные, скажем, ноутбуки, некоторые пишут на Linux, Electro и на Mac, а может даже на M1, то в зависимости от этого GDK оптимизирует свой garbage collector и могут использовать разные его режимы. Поэтому лучше его не трогать, оставить как есть. Также можно включить кеширование и поставить мониторинг файлов. Кроме параметров Gradla есть еще аргументы самого Android, от Android AGP-плагина. Можно отключить транзитивность. Ресурсов, то есть если оставить его как есть, то тогда для каждого, то есть для модуля, который зависит от разных, будет собираться все время ресурс. То есть ресурсы должны собираться совместно со всеми, по умолчанию. Но если вы отключите транзитивность, то тогда каждый модуль будет собираться, ресурсы для каждого модуля будет компилироваться отдельно от всех и не будет затрагивать другие. Поэтому при отключении сборка собирается намного быстрее. И также можно включить компиляцию ресурсов в real-time. useAndroidX уже сейчас является обязательным. Он должен быть обязательно включенным. Если вы обновите кадл, то она вас поругает. Соответственно, его тоже явно нужно указать действием. Кроме того, есть еще Kotlin. У него тоже можно включить ингредиентальную сборку, которая поможет вам существенно сократить время сборки. Если вдруг вам эти флаги не помогли, то тогда уже нужно приступать к анализу. Для этого есть туза BuildScan. По сути, она уже интегрирована. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо добавить аргумент Scan и собрать ваш проект. Соберется вся информация, за сколько там зависимости тянулись, за сколько там выполнил стагина и таск. Таким образом, вы сможете проанализировать и понять, где у вас сборка выполняется долго и что-то с этим сделать. Например, если проект долго компилируется, то, соответственно, вам нужно будет его разбить на несколько мулей. BuildScan предоставляется как enterprise-решение, поэтому, если вы работаете где-то в компании, то сначала убедитесь, что вы не нарушаете людей. А если вы не можете использовать BuildScan, то можно воспользоваться Profile. По сути, то же самое, но только в более лайтовом виде даст вам информацию, за сколько проект сконфирировался, за сколько там зависимость потянул, ну и за сколько выполняется каждый таск. По сути, BuildScan и Profile, они нужны для того, чтобы в моменте посмотреть, что конкретно у вас там долго выполняется. А порой необходимо понять вообще время выполнения сборки, посчитать. Для этого можно воспользоваться Gradle Profile, провести некий бенчмарк, он автоматически сам же запустит несколько раз ваш проект и скажет, за сколько там проект у вас выполняется. То есть вы при изменении какого-либо флага можете запускать Gradle Profiler, и вам он точно скажет, улучшилась ваш сборка проекта или нет. Прочитать больше про Gradle можно в разных комьюнити, комьюнити в Slack, в русскоязычном чатике про Gradle, который поддерживается самим Авито. Ну и есть всякие вебинары, которые можно послушать и узнать много чего нового про Gradle. У меня все. Всем спасибо. Спасибо за доклад. Да, спасибо тебе.